Почуть отказы на хвалюющие пытания от кероника в области и по мягчимости выращить теснуючие проблемы – головная метода диалогов улады и насельництва. Одным из первых до старшиней областной выканавшей улады Анатолия Лиса звернулся жихар-агрогородка Мотыль Игорь Сергеичук, якого хвалюет проблемы мясцовой автодороги протяглостью 5 километров. Участок протяженностью 5,3 километра, который не заасфальтирован. Особенно в плохую погоду иногда проехать составляет большую трудность. Участок автодороги Н-472, який звязывает Ивановский и Ивацевицкий районы на протягу опошнях 10 годов и пробовывает на тревалость и мясцовых дорожников, и шматликих водителей, у которых за сутки тут приезжает несколько сотни. За интенсивностью руха тяжких грузов, гравийка в этом месте, не вытремливая нагрузки, рассыпается на вочах. Летось у межих иснующей держпрограммы на Ивановском боку был покладенный асфальт. Але до конца, сделанным этот 15-километровый участок, так и не стал. Прикладно 5 километров застались без якосного покрытия. Она очень востребована для Ивановского района, так как по ней проводится очень много грузов, что вот в частности только наш Гортоп ежегодно по этой дороге торфабрикета перевозит около 8 тысяч тонн. Кроме Гортопа, акционерное общество Белсолод занимается заготовкой ячменя, тоже ежегодно тысячи тонн ячменя идут по этой дороге. И перевозилось бы больше, если бы асфальт был доделан до конца. Кроме этого, это, конечно же, самый прямой путь из Украины на М1 и в центр нашей республики, дальше на Москву. Необходность протягу асфальтования сегодня, разумеется, усе зацикавленные баки. Керавник областной выконавчей улады после обмеркования питания с керавництвом Ивацевицкого и Ивановского районов принял вращение у самые степлые термины подойти до вращения проблемы. Поэтому будем включать программу следующего года и решать. А в Ижихаровевске-мельнике Маларыцкого района Романа Саучука трубу и проблема, связанная с якостью пятной воды. В нашей деревне существует проблема очень плохой воды. В деревне Мельники на сегодняшний день зарегистрировано 696 человек, 158 абонентов по центральной воде стоят на балансе в Маларыцком ЖКХ. Наша здравоохранительная группа побывала и в этом населенном пункте. Мать Романа Саучука показала нам ту самую червоную воду, на якость которой скарзился сын. Ну вот видите какая вода. Рыжавая вода и все. Рыжая. Непригодна. Непригодна. Вы посмотрите какая. Как можно пить. Я уже желудок отлечу два месяца от этой воды. Мясцовые жихары звертались у разные инстанции, где проблему бачили. Али вырышить по неких причинах были неустанне. На сегодняшний день разработана программа чистая вода. И под эту программу у нас в районе будет до 2025 года введена эксплуатация до 25 станций водоснабжения. Что обеспечит население чистой и качественной водой. Мы на их обращение идем навстречу, делаем внеплавные промывки. Они вправе обратиться к нам за получением скидки за данную услугу. Алига это выращение проблемы на перспективу. Мясцовые жихары хотели бы, чтобы им допомогли. У самый короткий термин. В начале самое первое обращение было в мае этого года. 28 мая пришел ответ с Брестского областного унитарного предприятия ЖКХ Брестский. Там сказали, что вода более-менее. Хотя дали письмо с ответом и уровень железа в данном письме был выше от минимальной до максимальной нормы. Почему-то непонятно, где максимальная норма была выше в 22 раза. Старшня был в оконкам Анатолий Лис попросил дать свой комментарий бачення проблемы керовнику мясцовой улады. Мы уже в сентябре месяце систему провели, значит, заканцовку 98 метр по улице Интернациональной для того, чтобы улучшить качество воды. Качество воды не улучшилось. Заходячи с проблемой, Анатолий Лис доручил специалистам не морозить час и приступить до вращения питания уже в этом году. Если там надо скважину новую, то ее надо бурить сегодня и ждать не надо никого там и так далее. Она же... Причем она скважина? Да, она не улучшит воду сразу же и мгновенно, да? Но, по крайней мере, это скважина, старую выбросите, которую уже самортизировала. А эту вы буквально вот за зиму надо сделать и поставить. На прием до керовника в области звертались они только с проблемами. Так, ведомый Мастак Сергей Казак запросил старшню Бреска Габлова Конкама на свою персональную выставу. Я вот хотел пригласить вас лично на свою вернисаж-галерею, которую я организовал в Легко-техническом манеже. Уже, наверное, год работает. Вот. Там у меня... Я занял почти... Ну, не почти, а весь второй этаж в САЕ. 130 работ у меня. На это запрошение Сергея Казака Анатолий Лис отказал с годой. А вот шмадетная мать Виктория Кузьмицкая звернулась до керовника в области с поддякой. Ее семья в складе четырех человек, яна и трое детей, будовала квартиру в Бресте. Али своечасово не подрихтовала пакет документов на кредитование, в связи с чем повстали пытания по кошту жилья. Али навык у этой ситуации ее и пошли на сустрач. Старшня был выконкам Анатолий Лис, вернулся до керуника державы Александра Лукашенко с просьбой дозволить шмадетной семье вырошить пытания у парадку выключения. Инициатива была подтримана, и шмадетная семья в ближайший час сможет переселиться за Днопокаевой у новую трехпокаевую кватеру. Я благодарю вас за содействие в решении моего вопроса по поводу квартиры, как многодетной семьи. Дай вам Бог крепкого здоровья, процветания. Спасибо огромное. Надо президенту сказать спасибо о том, что Александр Родич согласился, потому что без него решение ваша бы проблема не решилась. Вы видите, что здесь пока законодательную базу не внесли вот такой нормы, которая могла бы давать вам право. Поэтому президент в исключительном порядке принял такое решение, согласился с нашим предложением. Практика проведения приема у граждан будет протягнута и надалее у темлику и в формате дистанционных зворотов. И это действующий способ мониторинга хваливающих проблем и пошуку шляхов их вырошения.